Африканская чума свиней – это вирусное заболевание, при котором у животных пропадает аппетит, синеют уши и конечности, а также начинается лихорадка. К заболеванию восприимчивы как домашние свиньи, так и дикие кабаны. Опасны заболевания скоростью своего распространения. В городском округе Щелково прошли учения по отработке действий при угрозе возникновения и распространения данного заболевания. Африканская чума – это вирус, который не опасен для жизни человека. При этом он сохраняется в мясе, не подвергнутом термической обработке. Стоит отметить, что при нем погибает, как правило, абсолютно все поголовье и против него не существуют вакцины. В текущем году в России зарегистрировано 112 очагов заболевания африканской чумой среди домашних свиней и 61 очаг среди диких кабанов. В режиме карантина находятся Владимирская, Тульская, Тверская, Калужская и Ярославская области. Ликвидация заболевания требует быстрых и скоординированных действий оперативных служб в целях купирования очага инфекции. Дело в том, что Московская область в текущем моменте находится в кольце регионов, в которых регистрируется такое опасное заболевание, как африканская чума свиней. Поэтому наша цель – это научить наших сотрудников обеспечивать регион с точки зрения ветеринарной безопасности. На учения приехали главные ветеринарные специалисты со всей Московской области. Медики уверены, подобные учения крайне важны им. Какая же наша задача? Для того, чтобы при возникновении вот этой заразы, вот этой инфекции африканской чумой свиней, наша ветеринарная служба знала, с чего начать и как поступить с этой ситуацией. На учениях воссоздали ситуацию, когда в хозяйстве было заподозрено возникновение заболевания. На местности произошел отбор проб материала от павших животных, которые отправили в лабораторию на исследование. После подтверждения болезни были установлены дезинфекционные барьеры вокруг территории и заблокированы все выезды. Специалисты организовали круглосуточный контрольный пропускной пункт и мобильный санитарный пропускник для смены одежды и обуви. Несмотря на то, что у нас крупного поголовья свиней на территории городского округа нет в настоящее время, тем не менее надо быть готовым к любой чрезвычайной ситуации. Мы в силу своих возможностей предоставили по обращению Минсельхоза, предоставили технику, строительный экскаватор, привлекли МЧС, другие службы городские, полицию. Специалисты отмечают, что данная болезнь очень коварна и способна нанести серьезный ущерб экономике страны. Если она фиксируется в нашей стране, то мы уже не можем экспортировать ни продукции животноводства, свиноводства именно, или даже кондитерские изделия, в котором находится свиной жир. В случае появления очага инфекции, все больное поголовье уничтожается бескровным методом. Больные, контактировавшие с зараженными животными, подлежат убою с последующим сжиганием. На хозяйство накладывается карантин. Остатки корма и инвентарь также сжигаются. Золу закапывают в ямы, смешивая ее с известью, после чего помещения дезинфицируются.